Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор Церкви Волна из штата Вирджиния. Спасибо, что снова принимаете меня в своем доме. Наша встреча — это не случайность, она была запланирована Богом. Бог работает сквозь времена и сроки. Библия говорит, что для каждого действия есть свое время, и я верю, что эта программа также запланирована Богом специально для вас. Вы удивитесь, насколько Слово Божие полезно для повседневной жизни. Многие люди говорят мне, я смотрел вашу программу сегодня, и вы говорили прямо ко мне. Так, будто бы вы знали, что у нас происходит. Все, что в жизни, все вы затронули. Все это потому, что Слово Божие имеет много смысла. Оно как помазанный, здравый смысл, который работает в нашей жизни. Мы даже не можем представить себе, насколько Бог любит нас, ибо Он простирает к нам свою благодать. Именно поэтому вы слышите такое замечательное помазанное послание. Никуда не выходите, оставайтесь с нами до конца программы, и я верю, что вы по-новому узнаете Иисуса. Спасибо, что смотрите нас. Давайте прямо сейчас перейдем к посланию и послушаем Слово Божие. У меня есть паспорт, который гласит, что я гражданин США. Я знаю, что многих людей это шокирует, когда они слышат мой акцент, потому что я не звучу как гражданин США, но я гражданин США. Я родился в Квинсе, Нью-Йорк. Иногда путешествую по миру, и когда я приезжаю в другую страну, там могут сказать, что это американское Евангелие, и оно им не подходит. Но не нужно забывать, что в первую очередь все мы граждане небес. Библия говорит, входите в Божие врата со словословием и во дворы его с хвалой. Поэтому не позволяйте своему земному гражданству мешать тому, где мы в итоге проведем всю вечность. Все мы граждане небес. Гордитесь своей национальностью, своей страной, но мы граждане небес, которые ожидают возвращения своего спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Он трансформирует своей божественной силой наши тела, и они станут такими же славными, как и Его тело. Сегодня утром вы задумывались над тем, что Бог благословляет вас за то, что ваше сердце нацелено на странствование. Интересно, какое значение вы придаете этой мысли? Давайте прочитаем 83-й Псалом, 6-й его стих. «Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе или на странствование». «Наше сердце направлено на странствование». Улавливается мысль. Если мы настроены на странствование, то это благословение. Кто такой странник или пилигрим? Сейчас я дам вам определение из словаря. Странник или пилигрим — это человек, который путешествует особенно на длинные дистанции к какому-то священному месту для паломничества. Например, есть пилигримы или паломники в Святую Землю. И еще одно определение. Путешественник, скиталец, особенно в чужих краях. Обратите внимание, что идея странствования связана с чужими краями. Но были бы наши сердца настроены на странствование, если бы этот мир был чужим для нас, и мы были бы более близкими с нашим Небесным Домом, чем с земным. Мы странники, путешественники. А вот еще одно определение слова «пилигрим». Это первый поселенец в каком-то регионе. Вот кто такие пилигримы, и вот как появилась идея о Дне Благодарения. Это также одно из ответвлений пуританцев, основавших колонию в Плимуте в 1620 году, или человек, прибывший в новое место. Особенно это определение близко жителям Соединенных Штатов. Одно из преимуществ того, что вы настроили свое сердце на странствование, Библия говорит, что мы благословлены. Но какие могут быть преимущества от того, что наши сердца настроены на странствование? Я выписал несколько. Посмотрим, согласитесь ли вы с этим. Итак, послушайте меня внимательно. Если вы настроите свое сердце на странстве, иными словами, мы лишь странники в этом мире, и нам нужно по максимуму использовать наше время на Земле. Не поймите меня превратно. Следите, пожалуйста, за ходом моей мысли. Итак, какие есть преимущества от того, что ваше сердце настроено на странствия? Но, во-первых, и это правда, вы не держитесь за вещи. Согласны? Мне нравится история из «Деяний апостолов». Это, кажется, 27 глава. Там говорится о кораблекрушении Павла. Это не может быть 27 глава. Это случилось значительно раньше, во время миссионерской поездки Павла. А последние главы рассказывают о тюремном заключении Павла. Итак, это, в общем, где-то в «Деяниях». Когда Павел сел на корабль, чтобы отплыть в Рим и предстать на суд перед Кесарем, на корабле были солдаты, моряки, и все они везли Павла на суд в Кесарию. Точнее, к Кесарю. Когда началась буря, которая продолжалась две недели, они начали выбрасывать груз за борт, потому что боялись утонуть под действием этого груза, под тяжестью его. Я вам гарантирую, когда они садились на корабль, багаж казался им незаменимым. Они взяли с собой самое необходимое, но когда ваша жизнь под угрозой, то внезапно то, без чего вы не могли представить свое существование, становится ненужным. Одно из преимуществ того, что ваше сердце настроено на паломничество, это то, что вы не держитесь за земные вещи. Вы не держитесь за вещи, и у вас нет этого отношения. Мне, мое, дайте. Вы, надеюсь, согласны с этим. А далее номер два. Вы смотрите сквозь этот временный мир, потому что понимаете, что вы здесь проездом. Номер три. Вы не зацикливаетесь на мирских трудностях. Вы не зацикливаетесь, не думаете, и не останавливаетесь на временных проблемах и мирских трудностях. Номер четыре. Вы путешествуете налегке. Это преимущество, если поразмышлять над этим. Аминь. Если вы летаете самолетами, то знаете, что разрешенный размер багажа все меньше и меньше. Приходится учиться, как путешествовать налегке. Я всегда путешествую налегке. Я просто ненавижу ручную кладь. Многие люди любят, чтобы их вещи летели вместе с ними, но когда я лечу, скажем, в Австралию на одну-две недели или в Африку на две недели, то не могу обойтись только ручной кладью. Мне нужны вещи, поэтому в самолет я беру с собой мужскую сумку. Всего одну маленькую мужскую сумку, которую я теряю в каждом аэропорту, а потом, к счастью, снова нахожу. Вы учитесь путешествовать по жизни налегке и не усложняете себе жизнь. Иисус сказал, что проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому человеку войти в Царство Божие. Иисус не говорит, что богатые не попадут на небо. Он говорит, если вы обременяете себя слишком многими вещами, то загружаете себя и делаете свою жизнь слишком сложной и неэффективной. Но когда ваше сердце настроено на странстве, вы учитесь путешествовать налегке. Классная проповедь, поэтому рад, что вы так горячо реагируете. Далее номер пять. Вы фокусируетесь на важных вещах, как, к примеру, отношения. Вы не думаете, что деньги важнее всего. Вы видите ценность общества. А далее у нас идет номер шесть. Вы всегда в движении. Когда ваше сердце настроено на странстве, Библия говорит, что это приносит вам благословение. Ваше сердце сфокусировано на этом, но вы всегда в движении. Это преимущество, потому что на катящемся камне не растет мох. В вашей жизни есть движение, есть прогресс. Вы куда-то движетесь и что-то делаете. Вы не стоите на месте. А вот и преимущество номер семь. Это постоянные перемены. Если ваше сердце настроено на странстве, то для вас жизнь — это путешествие. Каким будет следующий сезон вашей семейной жизни? Для странника жизнь — это путешествие. Будут хорошие дни, но будут и сложные. Будут счастливые дни, но будут и грустные. Будут дни побед и дни сражений. Но ваше сердце должно быть настроено на странстве, и это благословение. Мы смотрим на все иначе. Кто-то приходит в нашу церковь в первый раз и думает, «О, Боже!» Только сегодня в нашем доме была группа детей вместе с сопровождающим лицом. Это было замечательно. Мы помолились за еду и раздали им эту еду. А вечером перед сном мы тоже вместе молились. Это было сложно, потому что я уже так давно не произносил молитвы перед сном. А сегодня утром они проснулись. В 5.45. Может, вы не знали, но обычно я не просыпаюсь. В 5.45 утра они спросили у моей жены, «А где пастор Стив?» Она ответила, «Ну, он еще спит». Пастор Стив еще не встал. Они встали раньше меня и были шокированы, что в 5.45 я все еще в постели. Вы все думали, что молюсь я все утро, да? Не так ли? А я ждал, чтобы Господь дал мне сон о вас. Этим я лишь хотел сказать, что мы разные. Вы можете увидеть мир по-новому глазами человека, чье сердце настроено на странстве, потому что для него все новое. Это похоже на то время, когда мы были детьми. В детстве я побывал на ярмарке, где увидел человека на мотоцикле с огромным плюшевым медведем. Пока у меня не появились дети, меня это не очень впечатляло. Но сейчас, когда у меня есть дети, когда я вижу человека с огромным плюшевым медведем, то сразу говорю, «Джош, Алиса, смотрите». То есть вы видите все по-новому, и это преимущество. Вы по-новому смотрите на церковь, на работу. Это может быть та же работа, но если ваше сердце настроено на странствие, вы благодарите за нее Бога. И впереди нас ждет что-то новое. Это еще не все преимущества от того, что ваше сердце настроено на странствие. Если бы настроились на это, то получили бы от жизни значительно больше. Библия называет это благословением. Посмотрите, что говорит Библия. Бог хочет, чтобы у нас было такое мышление. Сейчас я вам это докажу. Это Бытие 12 глава. Я не буду читать все стихи, потому что их слишком много. Но вот Бытие 12 глава, первый стих. Господь сказал Аврааму, «Оставь свою страну». Он странник. «Свой народ и отцовский дом, и иди в землю, которую я тебе укажу. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. Я возвеличу твое имя, и ты будешь благословением». А в четвертом стихе Библия говорит, «И Авраам отправился в путь, как сказал ему Бог. И Лот пошел вместе с ним». А это уже была ошибка, потому что Бог никогда не говорил ему этого. Вся книга «Исход» рассказывает о странствованиях. Вся книга говорит о том, что нужно выйти из того места, где вы сейчас, и пойти в другое место. Даже сам Иисус говорил о том, что мы странники, и что у нас есть более реальный дом, чем этот на земле. Послушайте, что сказал Иисус в Евангелии от Иоанна 14 главе. «Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога и верьте в Меня. В доме Отца Моего много комнат. И если бы это было не так, то разве я сказал бы вам, «Я иду приготовить место для вас». Он готовит место для нас с вами. И если сейчас я пойду и приготовлю вам место, то после вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Вы знаете путь, туда, куда я иду. Если вы прочтете дальше, то увидите, что учеников это шокировало. На самом деле ученики понятия не имели, куда он идет. А он говорил, «Вы здесь временно». Нам нужно жить в этом мире. Нам нужно работать и строить дома. Нам нужно строить долгосрочные планы. Но нужно не забывать, какое это благословение, когда наше сердце настроено на странстве. Иными словами, нам нужно научиться быть голодными, не умирая от голода. Всегда благодарите Бога за то, кто Он и что Он делает. Но сохраняйте жажду к большему, потому что есть благословение в том, чтобы настроить свое сердце на странстве. Мы здесь только временно, и это еще не конец. Послушайте, что сказал Иисус. Когда ваше сердце будет настроено на странстве, то у вас будут правильные приоритеты. Послушайте, Евангелие от Матфея 6 глава. Это слова Иисуса. Зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут полевые лилии. Они не трудятся и не придут. Но говорю вам, что даже Соломон во всем своем величии не одевался так, как любая из них. Зачем переживать об одежде, если на вашей стороне Бог? Но если Бог так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли Он и вас, маловеры? Поэтому не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть, что нам пить, во что одеться. Ведь язычники только обо всем этом и думают. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего, ищите Царство Божьего и Его праведности. И это все вам тоже будет дано. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам позаботится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог. Для каждого дня достаточно своих тревог. Кто-то может сказать «Аминь» на это? Зачем приносить проблемы с завтрашнего дня в сегодняшний? Не переживайте о завтрашнем дне. Бог все знает. Он в вашем будущем. Ваше сердце настроено на странствие. Я говорю не о том, чтобы паковать вещи и собираться в путь, а о том, чтобы сердце было настроено на странствие. Я говорю не о переезде, а о том, чтобы ваше сердце было настроено на странствие. Вам нужно правильно расставить приоритеты. Бог и так знает, что вам нужна еда, одежда, крыша над головой. Если вы будете искать прежде Царства Божьего и Его праведности, то придут и все эти вещи во имя Иисуса. Ищите прежде Царства Божьего. Для этого нужно настроить сердце на странствование. Я в восторге от этой мысли. Когда мы думаем о странствовании, то думаем о следующих поколениях. Когда мы думаем о странстве, то начинаем правильно распоряжаться деньгами. Скажите кто-нибудь, Аминь, на этом. В США есть шокирующая и позорная статистика. Христиане тратят больше денег на еду для домашних питомцев, чем на достижение этого мира. Думаю, наша церковь может изменить эту статистику, не так ли? Мы должны ее изменить. Но вы не измените ее, если сфокусируетесь на этом мире. Но если ваше сердце настроено на странствование, то вы понимаете, что Бог поместил вас в этот мир, чтобы опустошить ад и заселить небеса. Бог хочет вас благословить. Он хочет покрывать ваши нужды. Но убедитесь, что ваше сердце настроено на странствия. Самое время прославить Господа. Когда ваше сердце настроено на странствия, вы понимаете, что земля — это не ваш дом. Это очень важно понять. Я заметил, что многие христиане не имеют откровения о смерти. Я от всего сердца верю, что мы должны молиться за исцеление. Мы молились за Билла. Молились, молились. Пока была надежда. Потому что мы верим в исцеление, не так ли? Мы видели исцеление многих людей, сотни, ну, а может быть, и тысячи людей. Я говорю о себе и о своей жизни. Но когда кто-то умирает, мы воспринимаем это как провал нашей веры в исцеление. Мы думаем, вот если бы я молился большим. Но если я не осознаю реальность небес, если я не осознаю реальность вечности, тогда я воспринимаю смерть как утрату и как проигрыш или провал моей веры. Но на самом деле это не так. Мое главное задание как пастора этой церкви, мое задание номер один, это подготовить вас к небесам. Если бы вы спросили меня, в чем заключается работа старшего пастора церкви, то я бы ответил, подготовить вас к небесам. Это описание моей работы в одном предложении. Подготовить людей к небесам. Мое задание, повторюсь, подготовить вас к небесам. В этом мире мы занимаемся и временными вещами. И с помощью чуда мы можем продолжить наше время на земле, но если мы не осознаем реальность смерти, тогда наша вера не настоящая. Если мы почему-то думаем, что смерть — это провал или конец, то мне кажется, что мы не верим в реальность небес. Ведь на небе мы проведем значительно больше времени, чем на земле. Если ваше сердце настроено на странстве, то вы понимаете, что мы здесь проездом. Я хочу вам кое-что сказать. Это не потому, что я молодой и глупый, но, если честно, я не боюсь умирать. Поймите меня правильно. Я не мечтаю умереть. Я знаю, что моя жизнь застрахована, и поэтому лучше, чтобы вначале умер я, а Шерон осталась жива. Это была шутка, но вы сегодня очень тяжелая публика. Наверное, все из-за холодной погоды, но, поверьте, я очень и очень стараюсь. Я не мечтаю побыстрее умереть, но я понимаю, что небеса более реальны, чем земля. Я осознаю, что небо — это мой дом. Я проведу всю свою жизнь на небе, а не в этом мире. Поймите меня правильно. Я хочу прожить на этой земле по максимуму. На этой неделе я был на кладбище и имел привилегию побывать на похоронах моего дяди. Там я услышал, как армейский капитан, который был священником, произнес прекрасную речь о вечности. Для меня те слова значили очень много. Из уст этого капитана звучали слова о реальности небес и о воскресении, о том, как Иисус разрушил власть смерти, когда пошел на крест, умер, а потом воскрес. Потом Он воскресит и наши тела, и мы в вечности с Ним всегда будем. Так говорит нам Священное Писание. И мы должны в это верить. Мы должны утвердиться в этой мысли. Я был в таком восторге, что чуть не крикнул «Аминь». Все было очень официально. Там было много военных, но я не мог сдержаться и закричал «Аминь». Для меня это реальность. Для меня это реальнее, чем вся эта деревяшка, когда ваше сердце настроено на странствование. Вы просто понимаете, что небеса — это ваш настоящий дом, не вот это настоящее, а вечность. Она настоящая. Надеюсь, вам понравилось это послание. Уверен, что Бог хочет говорить к вам прямо и без посредников. У Бога есть план и цель для вашей жизни. И самое важное, что должен сделать каждый человек, это наладить личные отношения с Иисусом Христом, как с вашим Господом и Спасителем. Многие люди верят в Бога, но этого недостаточно. Даже дьявол верит в Бога. Бог создал его, и Бог же выгнал его с небес. Но вопрос в том, была ли у вас личная и изменяющая жизнь встреча с Иисусом Христом. Вера в Бога — это хороший старт, но она не дает вам уверенности в том, что Бог вас любит. Бог желает говорить вашу жизнь. Он хочет строить с вами отношения, которые изменят вашу жизнь. И я хотел бы помолиться за вас, если вы не знаете Господа Иисуса как своего личного Спасителя. Возможно, когда-то вы уже произносили эту молитву, но больше не живете так, как раньше. Я буду верить вместе с вами, что ваши отношения с Иисусом будут восстановлены. Библия говорит, что он друг, который ближе брата. Нет ничего лучше, чем поддержка семьи. Согласно Библии, Иисус — ваш друг, который ближе, чем брат. Если вы никогда не приглашали Иисуса в свою жизнь, или же вы не уверены в том, делали ли вы это раньше, или же, если вы не живете для Бога так, как раньше, и хотите восстановить свои отношения с Богом, то я хочу предложить вам помолиться. Просто скажите такие слова. «Дорогой Иисус, войди в мою жизнь и прости мне мои грехи. Я принимаю тебя как моего Господа и Спасителя. Я верю сердцем и исповедую устами, что я христианин, и мои грехи прощены. Я рад, что ты принимаешь меня в свою вечную обитель. Аминь». Если вы произнесли эту молитву, то я хочу поздравить вас. Это очень важная молитва, когда вы признали свою нужду Спасителем. Также я хочу помочь вам возрастать в Иисусе. Пишите нам, сообщите, что молились вместе со мной. Наш адрес вы видите сейчас на экране. Свяжитесь с нами, и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы помочь вашему духовному росту. Если у вас нет хорошей церкви, то мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам найти хорошую и здоровую церковь. Я также приглашаю вас в Вирджиния Бич, в Церковь Волна, если вы живете в этом регионе. Мы будем молиться с вами и верить, что Бог изменит вас и вашу жизнь. Поэтому всех вам благословений. Пожалуйста, найдите время и свяжитесь с нами. Это очень важно. Дайте знать, как это послание коснулось вас. Но самое главное, сообщите, что вы произнесли эту молитву покаяния. Пусть Бог обильно благословит вас.